Друзья, всем огромный привет! Начинаю свое новое видео, новый влог. У нас сегодня 25 января. У меня сейчас Сережа гуляет с детьми, а я оставалась, чтобы приготовить обед. У нас сегодня на обед вкусный чечевичный супчик. Готовится быстро, он вкусный, полезный. Так что я приготовила. И вот как раз яла камеру, немножко с вами поболтать. Может быть, сегодня удастся встретиться с моей дорогой Анечкой. Вчера созвонились, и вот сегодня она должна съездить по делам, а потом, может быть, заедет к нам сюда, и мы вдвоем куда-нибудь сходим, поболтаем. Я думаю, после родов, не знаю, потом, когда мы встретимся. Так что я очень надеюсь, что сегодня все сложится. Погода сегодня на улице хорошая, тепло, плюс один. Были вопросы, Ирина, как вы не боитесь уходить далеко от роддома? Ну, я, в принципе, далеко-то не отхожу. Если вдруг я почувствую, что уже пора, то я просто вызову такси тут ехать 2 минуты. Ну, быстро, здесь все очень рядом. Вот, это вот мы тогда с Сережей в торговый центр съездили, и то после врача он сказал, пока еще ходите. Вот, поэтому мы как-то спокойно поехали в торговый центр, и то он, сколько, 10 минут отсюда на такси. Так что все хорошо. Конечно, я далеко, в принципе, сама тоже не пойду, не поеду. Вот супчик, он как раз сейчас уже настоится. Детки придут и покормлю. Я сама пока обедать не хочу. Я, кстати, как-то последние дни вообще, в принципе, к еде спокойно. Ну, только к сладкому, конечно, не спокойно. А так мне как-то и есть особо не хочется. Ой, я заказала продукты. Должны скоро приехать. Ну, вообще, с часу до двух. Как раз уже, по идее, должны вот-вот приехать. Вот. Ну, в общем, как приедут. Не знаю, может быть, я засниму, что взяли. Может, нет. Детям порезалось у нее яблочки. Сразу косточки вытащила сердцевинку и порезала на дольки. Сразу много почистила, но даже оставили. Друзья, все вы знаете, что Петя у нас увлекается программированием и уже давно занимается на курсах. Мы, конечно, поддерживаем его увлечение. Детство – отличная возможность заложить фундамент, который поможет ребенку легче адаптироваться во взрослой жизни. Хотите, чтобы ваш ребенок в будущем получил востребованную профессию? Тогда скорее знакомьте его с компьютерной академией ТОП. Академия ТОП – это офлайн-обучение с уникальной программой, которая была признана лучшей на саммите ЮНЕСКО. Там учатся ребята от 7 до 14 лет. Филиалы академии находятся в более чем 200 городах России. Каждому родителю важно, чтобы его ребенок получал удовольствие от новых знаний. Интерактивные задания и рабочая атмосфера в классе пробуждают любопытство и естественную жажду познания. Дети не просто знакомятся с теорией, но и стараются решить задачи самостоятельно. Программа включает в себя только самое полезное и интересное – 3D-моделирование, 2D-графика, обработка фото, создание видео, искусственный интеллект, разработка игр. Расписание занятий сформировано так, чтобы школьники спокойно успели на занятия в академии, уроки проходят в будни или выходные по вашему выбору, а оплатить курсы можно даже в рассрочку, заключив договор напрямую с академией. Из академии ученики выходят с портфолио и пониманием, куда же им двигаться дальше в IT. Чтобы узнать более подробную информацию о программе курсов, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Там вас будет ждать скидка на первый платеж по промокоду МНОГОДЕТОЧКА. Период акции и количество мест по ней ограничено. Чем быстрее оставите заявку, тем выше скидка. Проложите вашему ребенку дорогу в успешное будущее уже сейчас. Торопитесь, занятия стартуют в феврале. Привезли мне продукты, я уже разложила на стол. Быстро вам покажу закупку, знаете, вы любите такое смотреть. Хотела поснимать на камеру, но почему-то очень темно, поэтому поснимаю на телефон. У нас закончилось молоко, поэтому заказала для каш, для какао. Пастеризованное молоко берем, вот в основном такое. И омлеты также я на нем делаю. Для себя, для кофе я взяла такое молоко, потому что пастеризованное мне не нравится. Также взяла кефир. У меня муж, дети любят. Я вообще не люблю кисломолочку, поэтому для них кефир. Они так любят попеть. Или мюсли добавить в кефир. Даже Настюша любит, удивляюсь. Просто ей нравятся мюсли, они же такие жестковатые. Но она любит, когда размокнет. В кефире она с удовольствием кушает. Также заказала деткам йогурты. Ну, как обычно, сливочное масло. У нас закончилось. Я взяла творог, хочу сделать сырники. Именно мягкий творог взяла. Не зернистый. И заказала еще творожную массу. Мне казалось, что я брала три штуки. А я почему-то положила только одну. Так, также заказала гладированные сырки. Любим в молочном шоколаде. А муж любит в черном, в темном. Также взяла такие макарошки. Буковки буду делать. Суп с фрикадельками. У нас здесь нет мясорубки. Ну, понятное дело. Поэтому я заказала фарш. Котлеты хочу сделать. Суп с фрикадельками. Тевтельки. У нас еще есть в морозилке мясо. Муж покупал на днях. Но хочется именно котлетки сделать. Из фарша. Заказала еще сыр. Взяла по 250 грамм. Как раз на один раз. Отлично. Чтобы потом не убирать в холодильник. Чтобы ничего не заветрилось. Также заказала печенюшки. К чаю. Заказала черный хлеб. Закончился. Вот такой вот хлебушек. Очень любим. С маслом сливочным. Вкусно на завтрак. И сытно, и полезно. Взяла зелень. Взяла огурчики. Печенюшки. И фрукты. Здесь яблоки, бананы. Заказала еще свеклу и капусту. Я хочу сделать борщ. Здесь еще ни разу не готовила борщ. И два десятка яиц. Вот такая вот небольшая закупочка. Аня мне пишет, что уже выезжает ко мне. Буду сейчас все это убирать. Стол, конечно же, я протру. И буду уже потихонечку собираться. И мои скоро придут. Сейчас суп разолью по тарелочкам, чтобы горячего не было. Ну все, ко мне доехала Анечка. Такие две пузатые. Ну я-то еще пока не такая ужина. Ты такая маленькая, я уже большая. Она тебе уже вот-вот. Я тебе завидую даже. Ну как я боюсь. Раз-два отмучаешься и все. В общем, мы пойдем пешком до нашего места. Пешком дойдем? Да, будем искать. Так, ну а мы дошли до Андерсона. Сейчас немножко здесь посидим, поболтаем. Заказала себе борщ и салат Цезарь с креветками. А у Ани что, Анют? А у меня Мэш. Мама выходит из дома, ей обязательно Мэш всем скинуть. У меня салат с Буратой. Очень вкусный, кстати, салат. И фокачо. Это сыр, да? Это сыр такой, да. Буратый. Приятный аптит. А мы уже дома. Сидим тут, болтаем. Клеим. Дети сейчас там играют в той комнате. А мы отдыхаем. Да, вот думаем, как добраться до роддома. Да нет, мы отдыхаем на самом деле. Аня все, хочет меня в роддом проводить? Конечно. Ну что, зря приехала, что надо традицию какую-то вырабатывать. Мяу. Мяу. А это кто? Мяу. Мяу. А вот... Сейчас, подожди. Вот, это кто? Ляля. Ляля. Ляля, да. А это кто? Зайка. Буратый, сколько, да, зайка? Проводила сейчас Анечку. И Настя, он тут собирает пирамидку. А я сейчас пойду Кристине мыть голову. Кстати, спрашивали по поводу шампуня. Чем мою? Сейчас я вам покажу. Буду сейчас мыть Кристиночке голову. Прежде чем мыть, я всегда ее стараюсь причесывать. Тогда легче будет после мытья расчесывать. Я ни разу еще ее не стригла. Но нужно подровнять кончики на самом деле. Вот. А мой обычным шампунем крестное дарила Кристиночке шампуньку. На день рождения там наборчик был, и там был такой шампунь. И плюс еще бальзамом для волос я своим вот этим вот мою. И очень хорошо потом расчесывается. Ну, какая сестренка старшая. Помогает Настюше. Настя очень любит платьишки, сарафанчики. Ой, какие красавицы. Папля, смотри на Настеньку. Сейчас посушу Кристине волосы, потому что на ночь, чтобы не ложиться с мокрыми. Так, ну все, голову мы помыли, посушили, причесали. Были бы ножницы, я бы прямо сейчас ее вот так вот подровняла. Потому что вот эти кончики уже, конечно, они сухие. Еще с рождения, наверное. Ну, красота, я сейчас делаю хвостик. Андрюшенька там, Андрюша, мы тебя видим. Я сейчас делаю хвостик или просто даже косичку. Потому что если Кристина будет так спать, то волосы запутаются, она в них запутается. Настена пришла. Тоже рапунцель. Да, это в подарок нам положили такой маленький тюбик пасты, да, клубничный. Давайте, ребят, готовиться ко сну. Да, будем спать ложиться уже, поздно. Доброе утро, ребятушки. Доброе утро. Ух ты. Это то, что ты крестешь, убиралась у себя в столе? Нет. Новый день. Сегодня у нас 26 января. Мы уже позавтракали и хочу немножко сейчас прибраться. Хочу поменять постельное белье. Потом пропылесосить, полы протереть, пыль протереть. И сейчас в комнате там тоже дети будут. И сейчас дети здесь тоже собирают бумажки. Кристина уже убралась у себя на рабочем столе. Хочу поменять постельное белье здесь тоже. Ну, тоже пыль нужно протереть. Вот, а потом пойдем погуляем. Да, Кристина, что там хорошо сегодня на улице? Прибежали помощницы, помогает мне постель менять. Мы уже все сняли. Сейчас чисто оденем. Чистое постельное. Захватила свое. Настюшечка, тебе помочь? Скажи да. Да, помогу. Да. Загрузила стиральную машинку. Давай, Настен. И сейчас будем ее включать. Так. Вот так вот. А, ловушку. Я, кстати, с собой из дома взяла ловушку. Да, защита от белья. Всегда пользуюсь, чтобы не окрашивались вещи. Настюшечка сейчас положу. Вот. И поехали. Так, так, так. Play. Тарарам. Сейчас вещи надо будет еще вот эти вот разложить по полочкам. И пропылесосить. Ой, как же я люблю, когда чисто. Мы здесь прибрались. Все, дети собрали бумажки, пропылесосили. Все, можно пойти гулять. Вышли гулять. Смотрите, снежок идет. Так хорошо. Такая погода тихая. Ветра нет, но при этом снег. А, Ника. А, Оля, а как мы зайдем? Мы идем вот на площадку. Пойдем. Я такая, а потом зайдем. Так, кот. Мы же знаем кот. Я только сейчас заметила, что Настя с соской вышла. Вообще стараемся ее прятать. Но если вовремя ее не убрать, она ее находит и сразу берет. Такая деловая топотун. Я покормила детей обедом. Настя уже спит. Остальные засыпают. Ко мне приехала моя подруга Настюша. Кто помнит еще из первых видео, рассказывала, что так случалось, что несколько раз перед родами мы накануне с Настей встречаемся. На следующий день я рожаю. Но на самом деле она приехала отпустить нас с Сережей немножко погулять. И сегодня у меня плановый визит к врачу. Причем мой врач сегодня принимает в приемном отделении роддом. Вот. Ну, посмотрим, что скажет. Ну, а сначала мы пойдем походим. Ну, а потом, когда мы придем, Настя уже поедет туда в дом с детками будет. А сейчас там Сережина сестра Лена. Смотрю на себя. У меня такой сонный вид. Я на самом деле сегодня уснула в 3. Плохо спала. Вот. Но все равно хочется пойти погулять. Сейчас мы там разгуляемся. А мы уже дома. Погуляли. Хорошо провели время с Сережей. И сейчас поедет Крестюша домой. Говорит, хочет в дом. Соскучилась по Кристиночке. Андрюша, футболочку одевай. По какой Крестюшеньке? Ой, по Ксюшеньке. На тебя смотрю. Кристиночка соскучилась по Ксюшеньке, да? Я тоже хочу домой. Да, я тоже хочу. Андрюшенька домой, мой хороший. Тихо, тихо, чтобы Сережечка не упал. Тихо, ты упал? Испугался? Осторожно. Мама, я тебя люблю. Я тебя люблю. Такой вот милаш. Малыш, ты внимаешь, Настя? Настеньку поснимай, конечно. Ой. Осторожно, Сережа, она будет сейчас расстраиваться. Тихо, тихо. Дай ей шапочку, Сережа. Ну, что это? Дай мне динозаврика. Смотри, он там порвался. Его надо же зашить. У нас нет иголок с нитками. Давай уберем, а то жалко. Сейчас весь наполнитель потеряется. Будет валяться. Такой классный динозавр. Это Андрюшин. Ну, все, Кристиночку мы проводили. Мы уже поужинали, помылись. И теперь готовимся ко сну. Так, знаете, тихо стало. Но все хорошо. Уже Кристиночка доехала. Стреть на Астей. Обещала детям сейчас перед сном проектор показать. Купили такой фонарик в Ашане рублей за 100 или 150 проектор. И здесь динозаврики. Вы знаете, у нас мальчики любят динозавров, да? Сережа, давай, выключай свет. Что-что? Выключай. Сейчас одной рукой не очень удобно. О, какой динозавр. Вам видно или лучше на потолок? О, какой. Нет, тут. Тут? Нет, вот тут. Кто это? Вон. Дайте мне еще динозавр. Какой с длинной шеей. А мне кажется, на потолке лучше смотрится, Андрушенька. Семена, у тебя такой же. Такой же, как раз у Сережи динозавр дома, да? Мне кажется, на потолке лучше. Вот. А сейчас Сережа укладывает Настюшу спать. А я думаю, когда все уже уснут, еще немножко посижу, помонтирую. Завтра у нас суббота. Держи, давай. Завтра у нас суббота. Вот, планирую выпустить видео. Ну, сейчас у меня такие влоговые в основном видео. Все, мотивацию здесь особо я не снимаю. Думала, Настюша спит, а Сережа ей книги читал. Ну, ее книжечки маленькие. Нравятся ей. Все, выпила бутылочку у нас вокруг рта раздражение. Лицо немножко обветрилось. На ночь мы еще даем ей смешку. А так она в течение дня и ночью уже давно ее не пьет. Да, да, сейчас будем спать. Ой, сейчас ее уложу. Да, почитать хочешь? Хорошо, скажи «да». Да. Да. Сейчас почитаю. Буду уже заканчивать видео, честно говоря, даже не знаю, когда будет следующее. Но если я не рожу, то 31-го, я надеюсь, выпустится. Ну, а там уже как пойдет. Да. Будем уже укладываться. Настюшечка, помаши всем ручкой. Скажи «пока-пока». Да, почитаю и буду ее укладывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok